с верой в спорт добрый день это программа с верой в спорту микрофона вера власова и представляю наших сегодняшних гостей это илья кузнецов тренер кировской баскетбольной команды спарта добрый день илья добрый день и его подопечные это захар лагунов здравствуй захар и арсений корякин добрый день итак сегодня мы говорим о баскетболе в принципе баскетболе в кирове о его влиянии на умы населения на молодежь в частности и о поднятии патриотического духа за счет успехов прошлых лет в этой сфере давайте сначала разберемся как каждый из вас попал в баскетбол я давайте с вас начну ну в баскетбол я попал уже давно я с этим видом спорта уже да связал свою жизнь можно так сказать уже 16 лет я как занимаюсь этим видом спорта сначала я был как сам спортсмен да как юный ребенок когда начинал познавать эти азы до этого спорта потом перешел уже в более серьезный уровень играл профессионально и уже после окончания профессиональной карьеры решил заняться тренерской деятельностью каких успехов вы достигли будущий игроком ну в детском возрасте наверное успехов как мои воспитанники таких успехов я не достигал у меня тоже был очень сильный тренер она мне очень повезло с наставником с моим а вы в кирове занимались или где я родился в городе кирово-чапецк и мои первые шаги до баскетболе были именно в кирово-чапецке и был такой замечательный тренер да александр иванович бешкарев который в общем-то ко мне привил в любовь такую баскетболу он всегда говорил что самое главное это не не победа участие и именно наверное через вот это всем мне и передалось да эти какие-то познания его после этого я в десятом классе я переехал в город киров где у нас была собрана команда до спорткласс спортивный класс и были собраны также ребята моего возраста и вот так потихонечку я уже в кирове и задержался после чего я попал в профессиональную команду академия глобус также было в команде бурьевестник по завершению профессиональной карьеры уже стала заниматься детьми сначала я занимался со студентами а уже потом пришел в детский спорт а почему на детских violently прийти ну наверное это такая интересная история мы именно в том плане что я почувствовал что с этими ребятами стоит заниматься и потому что сначала были честно больше планы были именно на студентов. А уже в будущем при появлении этих ребят, где-то, наверное, с их класса с третьего, они сейчас в седьмом, то есть с третьего класса я уже как-то начал понимать, что я хочу остановиться именно на них и попытаться с ними чего-то достичь. То есть тут сами ребята зацепили вас чем-то? Да, и ребята, и родительский коллектив, конечно, да. Тут все вместе, все, так скажем, у нас в куче сложилось, и так очень много, как это обычно говорят, всегда звезд сложилось, и поэтому наверное, нам суждено было именно создать эту спарту, играть и выступать. И здорово выступать. Ну, мы стараемся. Ребят, переходим к вам. Рассказывайте, откуда пришли, с чем пришли. Я занимался многими видами спорта, но потом как-то остановился на баскетболе, мне посоветовали этот вид спорта и решил попробовать. А кто посоветовал? Ну, у родителей, у друзей тоже мальчик занимался баскетболом, и они мне посоветовали, я сходил. Но я сначала занимался не в этом клубе, а в другом, но потом открылся этот клуб «Кировская спарта», и я перешел в него. Перешел ты туда по рекомендации, к тренеру конкретно, или почему? Ну, нет, мы перешли тремя человеками, и мы решили перейти в новый клуб, новую команду. То есть у вас уже был такой вот коллектив небольшой сложившийся? Ну, да, но мы решили дальше развиваться и перешли вот в новый клуб. Но вместе с тем ты пришел в баскетбол. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях, что... Были ли оправданы твои ожидания? Я сначала не понимал, что это вид спорта, я не понимал, ну, что там делается, но я прошел, мне потихоньку стало нравится, и вот сейчас на постоянной деятельности занимаюсь. Так, с Арсением все ясно. Захар? Я начал заниматься баскетболом после того, как мы приехали в Юго-Западный район. Был выбор или идти в акробатику. А вы оба из Кирова, да, ребята? Да. Да, мы близки. Но я выбрал баскетбол, и так сложилось, что хорошо, получается все. Сложный выбор между акробатикой и баскетболом? Нет, не сложный. Ну, то есть вот именно твое личное желание это было? Это мое личное желание. То есть родители здесь, общее мнение никак не влияло, да? Никак не влияло. Это вы самостоятельно приняли решение. Ну что, поздравляю, ребят, на самом деле, очень много слышала о команде вашей. Давайте теперь поговорим о баскетболе в Кирове. Вот уже звучали мнения о том, что в Юго-Западе есть, видимо, да, куда ходить, заниматься об этом. Давайте поподробнее расскажем. Площадка, на которой вы занимаетесь, и вместе с тем оценим вообще состояние площадок в городе Кирове, Кировской области. Ну, мы вообще относимся к спортивной школе, да, Олимпийского резерва номер один. И, соответственно, на базе этой спортивной школы мы и проводим свои тренировки, да, в том числе эти ребята занимаются. Мы находимся как раз на Юго-Западе, это Солнечное, 25В адрес. Вот. Скажем так, что отделение у нас существует, отделение баскетбола не так давно, то есть, если мне не изменяет память, это 5 лет. И в течение 5 лет, то есть, были именно вот собраны эти ребята первые, они самый первый, да, набор. И последующая сейчас вот у нас самая младшая, это 2010 год рождения, мальчишки совсем маленькие. Поэтому, если говорить по нашей базе, я считаю, что у нас довольно-таки уютный и комфортный зал в том плане, что мы охватываем очень большую территорию, да, именно общеобразовательных школ, то есть, на Юго-Западе детям есть куда прийти, есть где заниматься баскетболом. Что касается каких-то, если вы хотите спросить в плане инвентаря или еще что-то, то, в принципе, нас тоже никогда этим не обделяют. И, по крайней мере, спортивная школа всегда пытается помогать нам в этом плане. А что касается ребят, кто проживает не в Юго-Западном районе? Ну, вообще, вот, команда «Спарта», да, это такая, даже так уже сказать, не просто команда, это уже некая семья. И, во-первых, нужно сказать о том, что здесь собран спортивный класс. И ребят с этого Юго-Запада, Юго-Западного района, да, их совсем немножко. То есть, это буквально 5 человек. В команде же находится 20 человек. То есть, соответственно, все остальные, да, дети, они располагаются в других районах. Есть такое, есть мальчики, живущие в Радужном, есть живущие в Бахте, есть живущие, которые в Коминтерне. То есть, это дети, которые уже осознанно выбирают. То есть, и, наверное, нужно сказать о том, что когда дети подходят к такому возрасту, они должны, самое главное, сами понимать, для чего они занимаются этим видом спорта, да. И если тренер это чувствует, да, если у тренера есть понимание, что ребенку это надо, конечно, и тренер уже совершенно по-другому относится. Поэтому, опять же, если к тому же вопросу вернуться, как было, да, когда мы разговаривали, то есть, я всех помню, когда эти дети совсем были маленькие, как они приходили, да. И понятно, что сейчас условия, они становятся все лучше и лучше. И в том плане, что мы начинали, у нас там было, ну, ограниченное, да, количество мячей. Сейчас у нас уже, мы, то есть, в принципе, никаких проблем в плане того, что нам, для тренировок, мы никогда не имеем никаких проблем в плане с инвентарем или еще с чем-то. Ребята, расскажите, пожалуйста, про инвентарь. Чем вы пользуетесь? Есть ли подготовки к играм, для тренировок непосредственно в играх? Мячами. Безусловно. Форму, наверное, еще закупаете, да? Ну, форма у нас очень красивая, красная. Вот... Кому интересно, могут зайти в контакт, да, у вас есть группа, там фотографии. И сайт, да, то есть, у нас это очень серьезно. А так, ребята стесняются, ну, такой, инвентарь основной, это, конечно, баскетбольные мячи, скакалки, есть барьеры, то есть, фишки, да, конусы, то есть, в основном, это все такое, что именно связано ближе к нашему профессионалу, нашей деятельности, да, какие-то жгуты, резинки, фитнес-болы, да, то есть, это больше именно связано такое, что... Для тренировок, Для тренировок, конечно, в первоначальном, когда дети приходят, то есть, на первых этапах, для них это самое главное, это и, чтобы была такая база, как, ну, понятно, что зал, баскетбольные мячи, скакалки, да, то есть, барьеры детские, для того, чтобы ребенок развивался, в первую очередь, не как баскетболист, а все-таки, как спортсмен. То есть, сейчас именно очень много ведется в нашей, даже, да, в команде, мы очень много уделяем внимания не только баскетбольным навыкам, а еще и физическим качествам спортсменов, потому что, в первую очередь, они все-таки спортсмены. Ребята, расскажите, как у вас проходят тренировки? Тренировки два раза в день. Каждый день? Каждый день. Прямо без выходных даже? Нет, у нас два выходных, четверг и воскресенье. Четверг и воскресенье, остальные каждый день, два раза в день тренируетесь. Как проходят тренировки? Ну, по-разному. Что делаете? Есть, наверное, в закрытом помещении и на свежем воздухе, правильно говорили? Ну, да, летом подготовка идет, ну, а вы рассказываете? Этим летом мы ездили в лагерь загородный, и у нас было две тренировки в зале, и одна на улице. Но лето было холодное, выдалось. Но мы были в теплой погоде. У нас было тепло. Так, продолжай. Чем занимались на тренировках? Сначала разогрев, наверное, идет, грейте мышцы, как-то разминаетесь. Потом, наверное, я так полагаю, переходите к упражнениям, уже к отработке ударов. Правильно, Илья? Ну, скажем так, что тренировки в течение сезона проходят, ну, двухразовые тренировки в день. Да, первая тренировка у ребят начинается в 7.30 утра. То есть, соответственно, если кто-то живет очень далеко, это дети встают в 5.30, а то и бывает и раньше. Какая сила воли вырабатывается, да? Да. Вторая тренировка, точнее, после того, как ребята оттренировались, они идут в школу. В школе мы учимся, в 8-й школе, да, все вместе. После школы у них еще одна тренировка. То есть, обычно тренировка начинается с 5 часов вечера. Тренировки, они четко разделены. То есть, нет такого, что мы отрабатываем всегда что-то одно и то же. То есть, мы пытаемся, в первую очередь, подготовить технический арсенал для спортсменов. То есть, скажем так, наши идеологии и все, кто помогают нам, да, наше основное направление, это все-таки технический арсенал, чтобы спортсмен, чтобы баскетболист был готов, да, в будущем для соревнований уже более высокого уровня, да, и, возможно, не только в городе Кирове, да. То есть, он должен быть, в первую очередь, подготовлен технически. А также, как я уже сказал, что это физические качества развития очень много уделяется. Уже в этом возрасте начинается уделяться им каким-то командным взаимодействием, тактике уже они первые азы появляются. Так что, ну, скажем так, что у ребят плотный график, они довольно-таки трудоемкие тренировки. Я знаю, что они устают и знаю, что детям приходится нелегко. Да, Арсений Захар, и насколько я понимаю, вы форварды? Ну, по крайней мере, на сайте было так написано? Да. Что это значит? Ну, нападающие. Нападающие. Какие еще бывают роли в команде? Защитник, разыгрывающий, центровой, тяжелый форвард и легкий форвард. Это все вот эти представители у вас в команде есть? Да. Соответственно. А какова ваша роль как форвардов? Как вы готовитесь к игре? То есть у вас определенные навыки, я так понимаю, должны быть выработаны? Ну, нет, как бы, мы перед, ну, перед игрой нам дают цель, и мы ее выполняем. Там все вот эти вот схемы, да, показывают, кто кому передачу делает? Ну, схемы-то мы уже так не... Самое главное, ребенка подготовить до соревнований. То есть самое главное, это его подвести к правильным соревнованиям, чтобы они принимали, потому что дети на играх, да, на ответственных играх, они, если честно, они отключаются полностью. То есть у них есть какой-то некий навык, да, который они получили в течение... И они, ребенок не будет играть лучше. Он может сыграть хуже из-за того, что он волнуется или нехватка какого-то, опыта. Но в первую очередь это все играется как навык, поэтому в тренировочном процессе мы пытаемся по максимуму какие-то вложить такие, что чаще ситуации игровые, что чаще всего они встречаться будут на игре. То есть это не только игра, когда мы выигрываем, у нас все хорошо, но бывают такие ситуации, когда мы и проигрываем, нам приходится как-то догонять. Поэтому, конечно, ребята готовятся, но в основном это, наверное, такая, больше индивидуальная каждого, потому что у нас все-таки командный вид спорта, и правильно Арсений сказал, что в основном, что касается их самих, то есть это идет какая-то подсказка от тренерского состава до тренерского штаба, что же, как мы должны играть. Они уже сами индивидуально подходят. То есть кому-то нужно больше отдохнуть. Кто-то должен выспаться, кто-то должен послушать музыку, кто-то должен плотно поесть или кто-то вообще не должен есть. То есть у них, даже уже сейчас в этом возрасте, у них появляются у каждого свои приметы. Кто-то, может быть, одевает как-то по-своему там кроссовки или что-то ещё. Ребята, какие у вас приметы, расскажите? У меня никаких. Если на разминке залетают все мячи, то на игре не будут залетать. Ну, не так много. То есть, получается, на разминке, если слишком сильно выкладываешься, процент везения исчерпываешь свой, то на игре уже не так. Бывает и такое, да. Давайте Илья, наверное, теперь больше с вами поговорим вообще, в принципе, о баскетболе в Кирове. Сейчас он, как по вашему мнению, в каком состоянии находится? Ну, сейчас, конечно, то, что отсутствие профессиональной команды, это сказывается немного. Я могу сказать так, что когда в городе, в нашем городе есть ребята, которые, скажем так, будущее, да, которые могут создать и конкуренцию в будущем бы могли создать в какой-то профессиональной команде, да, очень жаль, что у нас нету профессиональной команды, то есть дети не могут ходить на эти соревнования. Вообще, это очень сильно большое отличие, когда мы встречаемся даже с ребятами из других регионов, где существуют команды, и это видно, что дети... Одно дело, когда ребенок, ребенка тренер учит, другое дело, когда ребенок смотрит еще сам со стороны, ведь они же это все видят глазами. Да, интернет это очень доступное, да, средство массовой информации, то есть они могут оттуда почерпнуть максимум, но еще бы лучше было видно, как именно профессионалы относятся к игре, опять же, к тому моменту, как они разминаются перед игрой, да, как это все, и спортсменам нужно становиться наглядным, по наглядному примеру. Я считаю, что моя тоже была, наверное, может быть, в том, что у меня так получилось в плане профессионального, потому что я... У нас в наше время была команда «Буревестник», да, и мы ходили все, и весь город ходил на эти соревнования, и все очень любили эту команду. Конечно, вот я, будучи ребенком, я смотрел, как же все-таки разминаются, да, как относятся к тренировкам, как относятся к играм, то есть спортсмены. Конечно, это печально, что у нас нет команды. Но что касается самого баскетбола, я считаю, что он, наоборот, сейчас в таком... находится на такой стадии, что идет некое развитие, то есть некое зарождение сейчас. Во-первых, не только касаемо нашей команды, да, это касается и вообще результатов Кировской области на всероссийских и первенствах России, да, на всероссийских соревнованиях и первенствах России. То есть сейчас уже для Кировской области это, скажем так, не предел, когда команды выходят в полуфинал первенства России. Хотя еще там, грубо говоря, да, где-то пять лет тому назад такого это было только в мечтах. Это были единицы, это были счастливчики. Сейчас же мы, наоборот, ставим перед собой задачу уже выход в финал, да, и как можно лучше выступить на первенстве России. Поэтому появляется очень много детей, появляется очень много, скажем так, именно таких звездочек, из которых можно что-то растить. То есть есть сдвиги, они есть в хорошем направлении. Сейчас, наверное, и нам бы хотелось бы пожелать именно нашей команде, я бы сам как тренеры, что мы должны удержать вот этот набранный темп и удержать вот это правильное русло, потому что в этой команде есть достаточно много хороших ребят, и я так могу даже не побояться сказать, что, возможно, из этой команды можно в будущем построить какую-то профессиональную команду, то есть основу или базу, с чего начать. Так ведь и зарождалась команда Буревестник, да, в свое время, то есть именно после того, как они прошли некий цикл. Поэтому я считаю, что наоборот, сейчас Кировская область, так скажем, мы развиваемся в очень хороших направлениях, и мы уже, если раньше между нами пропасть была между, да, Пермским краем, допустим, Нижегородской областью, да, Республика Татарстан, то есть была колоссальна. То есть сейчас я, наоборот, считаю, что именно мы занимаем лидирующие позиции над этими областями, да, это, к примеру, это показывает и результаты не только нашего, да, возраста, а из других возрастов. То есть если даже наши возраста, скажем так, не выходят в финал России, то уже это уже нормальная традиция, что именно берут усилением наших ребят, то есть именно нашего, да, нашего региона, то есть берут ребята, которые усиляют и ездят на финал Перместа России. Вы упомянули о том, что теперь мы чуть выше, да, чем регионы названные. Раньше так не было, это вы имеете в виду, период после Боревестника и до начала новой эпохи. Я считаю, что да, то есть вот сейчас пошел, наверное, такой период, что вот как раз после того, как распалась, да, наша профессиональная команда Академия Глобуса, Боревестник и много спортсменов. А почему они распались? Ну, мы не будем углубляться туда в подробности финансовые, да. Скорее всего, я думаю, что связано было больше с финансовыми, потому что сейчас это самые основные, да, так скажем, проблемы. К сожалению, да. Поэтому, скажем так, что много спортсменов, много игроков остались за бортом, да, профессионального спорта. И у каждого, наверное, из них есть амбиции и все тренеры по-своему амбициозны, да, и как игроки. И мы пытаемся воплотить в наших же воспитанниках, в наших же детях то, что у нас у самих не получилось. То есть мы прекрасно понимаем, какие мы ошибки совершали и все время им пытаемся указать именно на эти ошибки и как-то исправить ситуацию в лучшую сторону. А есть ли поддержка от Министерства спорта и надежной политики? Есть. В чем заключается? Я могу сказать так, что вообще я могу сказать, я не буду говорить за всех, я все-таки буду говорить за нашу команду, что в нас в первую очередь поверили. То есть в нас верят, мы это тоже чувствуем. Конечно, ответственность она присутствует, но с другой стороны тут все в наших руках, мы все прекрасно понимаем, что все будет зависеть от того, как мы будем тренироваться, как мы будем работать. Поддержка есть и в финансовом плане, поддержка есть и, конечно, как я уже сказал, в это, да, в какой-то даже просто в словах или в поддержке она тоже проявляется и тоже мы чувствуем, что мы имеем какую-то, наверное, не то, что вес, а имеем какую-то ответственность, что мы представляем регион, то есть участвуя даже за города на европейском уровне. То есть мы прекрасно понимаем, что мы не только представляем Россию, но в первую очередь мы еще представляем наш регион. Ребята, а есть у вас кумиры в спорте, в баскетболе? На кого вы равняетесь? Ну, да, у каждого, наверное, есть. Да, Россия, у тебя какой? Кто? Гевин Дюрант, он играет в НБА. НБА. А так он какую команду представляет? Голден Сейт Оверс. Это из какого города? Вашингтон. Вашингтон. Голден Сейт. А, Голден Сейт. А у тебя, Захар? Я не так часто смотрю игры баскетбольные, баскетбольные игры, но если я смотрю, то мне нет такого, чтобы прямо на одного равняться. Если я смотрю, то да, я что-то оставляю для себя, обдумываю. То есть у каждого что-то свое берешь? А какие, например, черты и у кого ты взял? Ну, я не скажу, кто, не помню. Вот. Ну, допустим, один игрок там очень хорошо подает, очень метко, и ты смотришь. Играет под кольцом. Под кольцом. Вот. И он, мне понравилось, как он играл. Вот. Я смотрел. очень хорошо. А, Арсений, а вот этот баскетболист, который ты назвал, какие, что он тебе дает, да, какие черты ты предупреждаешь? Ну, не знаю, поведение, черты броска, атаки. Отношение к игре, может быть, да еще? Да, вот все это. А какое у него отношение к игре? И какое у тебя в связи с этим отношение к игре? Ну, я стараюсь об игре больно не думать, чтобы не перегореть. Я не знаю, как он, ну, вот так. То есть, все силы отдам, но что будет, то будет. Да. На волю судьбы. Не люблю перегореть. А расскажите, пожалуйста, про отношение болельщиков вообще. Насколько популярен баскетбол в Кирове? Может быть, тоже на примере вашей команды? Насколько охотно люди ходят туда смотреть игру? Ну, конечно, то, что у нас, в первую очередь, это армия наших болельщиков, это родители. В первую очередь. Родители там нас поддерживают очень горячо. То есть, у нас родители вообще большие, молодцы. Они в первую очередь поддерживают тренера. Да. И они дают такой некий толчок, они дают карт-бланш, назовем его так, что тренер имеет право, поле какое-то, да, для реализации своих планов. И, конечно, на игре они, можно и так сказать, что они отдают себя тоже полностью, они после игры очень жалуются, когда очень сильно устают кричать громко. Но, наверное, это здорово, когда вообще вот в семье, да, в семье все заинтересованы, не то, что даже с результатом ребенка, да, а все начинают уже этим болеть. То есть, баскетбол, это уже не просто, как вот я схожу на сына посмотреть, когда начинают в семье все вместе смотреть баскетбол и по телевизору. Это уже, конечно, начинается такое. это уже, это уже, это уже, во-первых, ребята чувствуют эту поддержку. То есть, и, конечно, родителей у нас на трибунах всегда очень много. Но, в пример, вот сейчас идет у нас полуфинальный этап первенства России, я скажу так, что очень много было на играх и не только родителей, но и посторонних, так скажем, людей, да, просто болельщиков, обывателей, которые пришли посмотреть. Это тоже очень было приятно. Допустим, на нашей игре с Нижним Новгородом была очень принципиальная игра, но я считаю, что у нас балкон был полностью заполнен. То есть, и болели, конечно, очень горячо и так. Было приятно это слышать, и, конечно, когда ты играешь при такой поддержке тебе и трибун, как это часто говорят, да, комментаторы, трибуны тоже нехват тебя вместе, да, с этим. Это чувствуется, да? Да. Поэтому очень приятно, что стали приходить люди, смотреть, и я думаю, что, возможно, начинает появляться такая, да, что Кировская спарта есть на просторах, да, нашего региона, люди узнают и начинают. Это, конечно, приятно. Ребята, ваши одноклассники, друзья, приходят смотреть на игры? Да, часто приходят. Нравится? У нас спорткласс, и поэтому большинство одноклассников играют в этот момент. А так, когда нет уроков или можно с них уйти, вот, приходят, конечно, с пользой провести время. Да. Вам это приятно? Это вас поддерживает? Что вы чувствуете в этот момент? Приятно все равно в душе, то, что в тебя верят, поддерживают. что желаю, чтобы больше людей приходило на вас смотреть, восхищаться и поддерживать. Семнадцатого числа команда отправляется на второй этап Европейской юношеской баскетбольной лиги в город Ригу. Да, в город Ригу, это страна Латвия, на второй этап, как я уже сказал. Ну, скажем так, что у нас очень тут совпало все, что мы очень рядом, находятся два таких важных для нас соревнования, поэтому сейчас мы находимся неким под таким физическим давлением, все ребята очень сильно устают, и нам сейчас тоже нужно их очень грамотно подвести, поэтому, скажем так, что соревнования, которые будут именно в Риге, они, наверное, больше будут направлены, мы понимаем, что в физическом плане нам их подвести будет практически нереально к этим соревнованиям, мы понимаем, что мы именно туда ездим для получения опыта, то есть мы там встречаемся совершенно с другими школами, школы Латвии, Литвы, Эстонии, Латвии, Прибалтики, то есть все эти школы, Германия, Польша, то есть, конечно, для нас это самое главное получение игрового опыта, потому что по результатам прошлого года мы решили, наше основное, как бы было, при подведении итогов, наша основная была задача, и это именно найти игровой опыт для ребят, потому что самое важное для спортсмена это вообще иметь этот игровой опыт, игровой ритм, когда ты находишься постоянно в нем, конечно, ты как можно лучше выступаешь и в какие-то ответственные моменты ты не задумываешься о том, что нужно ли сделать этот какой-то некий элемент игровой, или не сделать, поэтому, конечно, скажем так, эти соревнования мы рассматриваем как больше тренировочные, больше подготовительные, но мы в любом случае понимаем, что и там мы тоже должны выступать как можно лучше, как я уже сказал, что мы представляем и Россию, и наш регион, поэтому соревнования будут непростые, они будут происходить, проходить в три дня, в город, там, в Риге мы встретимся с такими командами, как двое соперников у нас будут из Риги, это команда ДСН, это чемпион как раз Латвии, самая сильная команда в Латвии, да, нас ожидает, и самая первая у нас игра с ними будет, после этого у нас будут также команды с БК Рига, соперники у нас будут такие, как Калиев в Эстонии, это тоже очень непростой соперник, это команда, которая имеет свой профессиональный клуб, да, в единой лиге ВТБ, это ЦСКА Москва у нас будет соперник, мы будем с ними играть, и также еще у нас одна команда соперник будет из города Польши, А сколько российских команд заявлено? Вообще всего в этом чемпионате участвуют 32 команды, мы разделены на две корзины, то есть в нашей корзине участвуют 4 русских команды, это мы, это ЦСКА Москва, это Самара и Санкт-Петербург. На что вы рассчитываете в этом чемпионате? Нам бы хотелось, конечно, попасть на финал, то есть сейчас у нас идет регулярный чемпионат, да, мы сейчас играем все между собой командами, и после этого лучше 4 команды, они попадут в суперфинал, который будет в Польше происходить. Конечно, нам бы хотелось туда попасть, плюс сейчас мы играем некий отбор, то есть на следующий год будет разделение на чемпионат и Евролиги, и на первенство Евролиги, то есть в чемпионате будут участвовать лучшие 16 команд, конечно, нам бы хотелось попасть в эти лучшие 16, чтобы на следующий год мы играли именно и получали этот игровой опыт с сильными командами, поэтому, наверное, тут основная задача. Нам бы тоже очень-то выхотелось. Да, тем более, если все будет хорошо, все будет удачно складываться, то возможно, что на следующий год мы, именно мы тоже примем один из туров Евролиги. Киров? Да. Очень здорово. Ребята, вы уже выезжали за границу и играли с иностранными командами? Да, у нас был первый тур в Тальне, это Эстония. Когда он был? Буквально месяц назад. То есть вы вернулись с победой? Да. Да, мы проиграли всего лишь одну игру на 6 очков. На 6 очков. А сколько всего было игр? 5 игр. Молодцы. То есть 4 выиграли? Да. Одно, но это не считается. Для нас, болельщиков, это не считается. А правда ли, что у заграничных команд несколько другой стиль игры? Ну, все равно стили отличаются от российских. То есть русские команды примерно как-то подходы схожи? Например, у немцев один стиль, у Эстонии другой. А в чем отличие? В тактике, в комбинациях. Да, поведение. У них как-то жестче. Самая сложная игра у нас была это как раз Литвой. Мы играли со школой СКМ, это сильнейшая школа в Литве. Но это была не первая команда, это была только вторая команда, кому мы проиграли. И мы побывали такой, можно сказать, на баскетбольной войне, потому что там было очень сложно именно в физическом контакте, постоянно было давление, постоянно оказывалось на нас именно такой очень сильный натиск. И мы в какой-то момент не смогли его выдержать. То есть мы всю игру играли на равных, но в какой-то момент мы все-таки где-то надломились. Конечно, нужно как раз отрабатывать контакты с подобными командами. Вы, наверное, смотрели мой следующий уже вопрос, ближе к концу программы. Фильм Движение Верх хочу с вами обсудить. Да, мы были всей командой. всей командой были. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, потому что реплик есть очень много относительно этого фильма, начиная от того, что это госконтракт, и что бесполезно выезжать и зарабатывать рейтинги за счет побед прошлого, причем очень сложных, очень тяжелых побед, когда у нас перед глазами есть свои замечательные ребята. Вот вы что думаете по этому поводу? Это очень здорово, когда наоборот дети могут сейчас вспомнить то, что было. И без разницы это госконтракт, это не госзаказ, это без разницы. Сам факт того, что дети, побывав на этом, они пропитываются этим, они пропитываются каким-то духом победы. Что касается даже детей маленьких, ребенок, придя в кинотеатр с родителями, он посмотрел, он может влюбиться в этот вид спорта, и он может остаться в этом виде спорта на всю жизнь. То есть, посмотрев, как играл Сергей Белов, и как они отдавались. Это очень прекрасно, что появляются такие фильмы. Конечно, я сам лично читал книгу про победу в 1972 году. Могу так сказать, что есть, конечно, некоторые недочеты, но они абсолютно скрашиваются тем, тут, наверное, самый главный посыл был, скажем, не автора, а режиссера, был в том, что именно передать вот эти чувства, эти эмоции, которые наши советские спортсмены в то время передали, проживали. Поэтому лично мое мнение, что этот фильм показывает прекрасно отношение к спорту таких великих мастеров, как Сергей Белов, когда он действительно человек, это первый, кто стал в советское время применять именно утяжеление в каких-то базовых элементах игры в баскетбол. Это фильм-то хорошо показан. Да, поэтому я считаю, что наоборот дети должны на этом учиться и к этому стремиться. То есть ваше мнение, что несмотря на некоторые состыковки в фильме, это же фильм художественный, то есть свои цели не достигли. То есть они свои цели достигли, и это не исторически, они не хотели, и правильно, я согласен со многими, что если бы этот фильм показали, допустим, как это написано в книге, это может быть было бы не так. Там акценты были бы несколько иначе расставлены. Да, немножечко все по-другому, но в тот же момент это все правда рассказывается, и про то, что там возили контрабанду, и все, и в этой же книжке, где я читал, то есть это все правда, то есть просто, да, что-то немножко приукрашено, но я считаю, что наоборот для детей это только плюс. Правда, ребят? Как вы думаете? Да. Как вам фильм? Очень хороший, что даже если смотреть, как он снят, красиво, в нужный момент, и было нужный. Ну, в общем, очень красивый фильм, как и с точки зрения съемок, так и игрового. Очень интересный. А ты что думаешь? Ну, мне фильм очень понравился, все равно было интересно смотреть, когда, ну, по одному в живую, ну, в живую эту игру посмотришь, как все было, и фильм, это очень было интересно. Тренер поставил команде очень высокую цель, очень трудную цель, и очень мало кто в нее верил, кроме тренера. Даже команда, насколько я поняла, не верила до конца. А вот вы бы так смогли за тренером, за своим, идти прям к таким высотам все поставить на карту? Смогли бы? Ну, было бы тяжело, но смогли. Смогли бы. Смогли. Молодцы. Да, ну что, на этом мы вынуждены закончить. Замечательная беседа сегодня у нас состоялась, на мой взгляд. Поговорили о баскетболе в Кирове, о команде «Спарта». Спасибо большое, что пришли, рассказали. Ждем вас новыми победами в этой студии. Успехов вам в Европе, по покорению Европы, и привозите чемпионат к нам. Спасибо. Все. Это была программа «Сфера и спорт». В гостях у меня был Илья Кузнецов, теннир кировской баскетбольной команды «Спарта», и Захар Лагунов, и Арсений Корякин, участники команды. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. С верой в спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...